В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях главный врач кардиодиспансера Александр Данилов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, Вы уже поработали где-то полгода, дальше больше в кардиодиспансере на этой должности. Я знаю, что о проблемах Вы знаете не понаслышке. То есть какие-то, три года Вы проработали, да, какие-то задачи Вы с собой ставили, прежде чем занять эту должность, согласиться на неё? Да, безусловно. Но основной задачей поставленной является снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, который до сих пор находится на первом месте. И, безусловно, это основная цель для нашего региона, для Рязанской области. Существуют федеральные показатели, да, в которых мониторируется каждый месяц смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс есть федеральные индикаторы, которые тоже отслеживаются. Естественно, сердечно-сосудистые заболевания, коль по смертности находится на первом месте, естественно, основная задача была, вот она и стоит, что снизить смерть от этих заболеваний. Ну, по статистике, если сравнить этот год с прошлым, есть ли какие-то улучшения? Ну, я могу сказать так, что ведь показатели ведутся каждый месяц и сравнивается этот год с месяцем того года ежемесячно. Вот, по динамике, я хочу сказать, мы сейчас находимся на хорошем уровне, вот, поэтому, скажем, есть, конечно, стремиться к чему всегда, вот, ну, показатели сейчас хорошие, и мы вышли на уровень, я посмотрел по динамике, правда, вот не за 6 месяцев, а за 5 месяцев динамику показателей от 2017 года, вот эти ключевые федеральные критерии, вот, они на более лучшем, на более высоком уровне, вот, чем по сравнению с прошлым годом. Незначительно, но улучшения есть, поэтому работа, я считаю, в правильном направлении, набрали сейчас ход хороший. А специалистов хватает? Специалистов хватает, ну, медицинский университет, естественно, кадры, вот, куют, и, в принципе, проблем с этим не возникает. Стараемся, если, допустим, нужен специалист, команда очень, у нас сильная, специалисты уровня очень высокого, вот, ну, естественно, смена поколения, она происходит, вот, мы стараемся, как бы, естественно, следить за этим, вот, и, естественно, подбор идет очень тщательно специалистов, вот, если мы кого-то берем, смотрим досконально очень, потому что я сам длительные годы работал в университете, преподавал студентов, вот, многих знаю я, да, если я кого-то не знаю, допустим, я информацию узнаю от человека, поэтому отбор, конечно, идет. Марка должна быть высокая очень. Понятно, что медицина не стоит на месте, она развивается, а как-то вы, специалистов своих, учите дальше? Работать на новой технике, работать в новых условиях? Безусловно, конечно, ну, во-первых, ну, специализация всем известная, да, вот, то есть у нас выезжают специалисты, учатся, как в Рязани на наших базах, у нас базы очень прекрасные, поэтому, вот, вот, если какие-то возникают вопросы более серьезные и сложные, вот, у нас есть связь с федеральными клиниками, мы говорим про Москву, и никогда не отказывают, всегда есть понимание, то есть мы, допустим, там, созвание с физиоглавным врачом, вот, что нужно нам, допустим, ну, допустим, доктора-анестезиолога, который стоит на наркозе, если мы говорим о больших каких-то операциях, отучить, чтобы он набрал свой опыт, он туда едет, проблем вообще с этим нет, естественно, совершенствование, ну, врач должен всю жизнь совершенствоваться, поэтому без этого никак, конечно, конечно. А какие-то высокотехнологичные операции проводятся сейчас в диспансере? Значит, в этом году впервые, вот, буквально недавно, в течение двух недель, провели две новые операции. Первая операция – это постановка стендграфта, так называемая, в крупный самый сосуд, артерию, это грудная аорта. Для чего делается? Это делается у пациентов с такой патологией, как аневризма аорты. Аневризма – истончение сосудистой стенки, и в любой момент при повышении давления эта стенка разрывается, возникает фатальное кровотечение, как правило, которое заканчивается летальным исходом. Когда выявляется эта проблема, до этого мы, да, делали стентирование с постановкой стендграфта в брюшную аорту, отработанная процедура уже, вот, в этом году сделали впервые грудную, то есть здесь также делается эндоваскулярно, вот, относится к высокотехнологичной помощи, и, ну, грудная аорта, она находится более, скажем так, глубже, да, чем брюшная. Вот, сложность в этом подвести нужный размер стента вместо аневризмы. Вот эта впервые операция была сделана. Вторая операция, которая была впервые сделана в центральном регионе, это постановка аортального клапана, так называемой ТАВИ. Это клапан аортальный ставится без разреда за грудной клетки, без торокотомии. То есть, ну, я могу сказать так, что торокотомия сама по себе, разрез грудной клетки, большие сложности могут возникнуть, и различные осложнения, и реабилитация более длительная. Особенно эти сложности возникают у пожилых пациентов, у пациентов с сопутствующей патологией, долго заживает разрез, вот, а здесь такая сейчас методика, как эндоваскулярно через прокол, через бедрый натель, через небольшой доводится клапан до нужного места артальный, вот, и этот артальный клапан устанавливается. Операция, конечно, уникальная, и будем ее совершенствовать, потому что в том году уже были закуплены по программе развития, вот, за счет бюджета правительства Рязанской области, эти артальные клапаны, вот, и мы, естественно, будем их делать, ну, с каждым годом все больше и больше. То же касается и Астенграфтах. Вот. Ну, а операции, которые уже были, высокотехнологичные, они совершенствуются, объемы увеличиваются, это постановка кардиовертора-дефибриллятора, да, есть такая патология, как фатальные различные нарушения ритма сердечного, желудочковой тихикардии, которые приводят к обморочным состояниям, к падениям, ну, множество, к остановке сердца. То есть кардиовертор уже, процесс у нас довольно-таки дофибриллятор, постановка отработанная, продолжается их установка с каждым годом, вот, наращиваются темпы. Кроме того, ну, уже такие вещи, как стентирование коронарных артерий, да, вот, и стентирование периферических сосудов, в том числе сонных артерий, это операции наработанные, в этом году мы объем по этим операциям наращиваем и увеличиваем. Ну, сколько операций будет сделано в этом году? В этом году планируется, если мы говорим по чрезкожным коронарным вмешательствам с постановкой стендов, это 850 случаев. Естественно, от этого зависит, чем, так как это является основным методом лечения инфаркта, вот, и самым эффективным, безусловно, и чем больше будет таких вмешательств, тем смертность от инфаркта будет ниже. А каким пациентам вы делаете? Какая возрастная категория? Вы знаете, да, любая возрастная, то есть, ранее было, ну, можно сказать, для стентирования практически нет никаких абсолютных противопоказаний. Но все-таки рекомендации были такие со временем, что это пациенты не старше 80 лет. Ну, учитывая то, что у нас сейчас, в принципе, пожилых пациентов очень много, и для этого развивается отдельная отрасль медицины, как геронтология, да, она сейчас активна и в Рязани у нас в том числе, вот, то есть, лечение пожилых пациентов старше 60-65 лет. Вот, естественно, мы сейчас стали уже и после 80 ставить. Они нормально переносят? Да, они нормально переносят, потому что это же малоинвазивное вмешательство, вот, и, конечно, и вот про ТАВИ, о том я говорил, что ортальный клапан, это тоже вот как раз очень для этих пациентов. То есть, общий наркоз не делается, только местные наркозы? Делается местная анестезия, да, делается местная анестезия. Насколько дорогостоящие высокотехнологичные операции? Ну, высокотехнологичные операции, они поэтому высокотехнологичные, естественно, сумма, она большая, но у нас это делается всё бесплатно, поэтому вопросов никаких нет. А вот люди, которые сейчас посмотрят программу и скажут, а может приехать тоже полечиться, как им попасть вообще? Ну, стандартное направление, то есть, даже если есть в поликлинике кардиолог, допустим, в Рязанское, в Любове, то этот кардиолог пишет форму 057, так называемую, или, допустим, если нет, кардиолог пишет терапевту эту форму, у нас есть специально диспансер-консультационное отделение, там есть регистратура, запись сейчас налажена уже на электронном уровне, то есть, электронный талончик берётся в поликлинике, приезжают к нам на это время, приходят в регистратуру, дают карточку, идут на приём к врачу. Всё, проблем нет, врач смотрит, оценивает ситуацию, ну, и уже дальше вопрос идёт о госпитализации, о дальнейшем, да, обследовании, ну, вот, то есть, проблем-то нет, сейчас налажено уже всё. Ну, вот мы сейчас сказали про высокотехнологичные операции, да, и всё-таки нужно оборудование каким-то специальное, а что-то планировали приобрести в этом году, или, может быть, что-то уже приобрели? Ну, вот, в этом году, значит, у нас был отремонтирован ангиограф, самый современный, который есть у нас в Рязани, ну, и в области, соответственно, вот, поставлен монитор туда, вот, значит, с пумпом, теперь у нас два ангиографа, естественно, ну, объём мы можем выполнять гораздо больше, поэтому на следующий год и планируется ещё большее количество вмешательств, потому что, ну, два аппарата, естественно, тут в два раза можно объём выполнять больше. Далее был закуплен экспертный класс аппарат УЗИ, переносной, пациентов очень довольно-таки много тяжёлых, которые находятся в условиях реанимации, вот, есть пациенты, которые, помимо реанимации палаты интенсивной терапии инфарктной, есть тяжёлые пациенты, которые, ну, допустим, плохо передвигаются, да, то есть вот переносной аппарат, он очень удобный, экспертный класс, хорошо, сосуды, пожалуйста, вот, значит, периферические, потом сердце, то есть вот эти все вещи. А как Вы помогаете тем, кто пришёл к Вам, да, с какой-то проблемой, выясняете, что очень сложный случай, и нужно лечить человека где-то в Москве или в каком-то другом городе? У нас налажен процесс, на год расписывается, планируется приезд специалистов с федеральных клиник ведущих, значит, насколько я помню, в том году у нас было 19 выездов, вот, за эти 19 выездов высокотехнологичная помощь была оказана около 180 пациентам, ну, какая помощь, то есть это имеется в виду такие большие операции, да, как аорт-коронарное шунтирование, это замена клапанов, тяжёлые нарушения ритма, вот, то есть вот такие вот, и эти люди приезжают, мы для них отбираем пациентов, вот, всё происходит здесь в Рязани, они смотрят этих пациентов, вот, далее, значит, даётся направление, вот, это всё кватируется, безусловно, причём, что важно для региона, что квоты это именно федеральных центров, и бюджет идёт с федеральных денег, которые направлены, ну, то есть каждый год создаётся госзаказ, да, с федерального правительства, и федеральные деньги, они именно направлены на этих пациентов, то есть деньги, которые с УМС, с нашего фонда, они не переходят, это тоже большое значение имеет экономическое, потому что, ну, сами понимаете, если бы мы, конечно, делали бы все эти операции большие по кардиохирургии у нас, естественно, было бы, конечно, это гораздо, поэтому вот так, и процесс налажен, отбор, направление, пациент приезжает, то есть очень, ну, как бы, налажено хорошо у нас в деятельности в этом плане. А вот смотрите, вот он там пролечился, да, ну, понятно, что это сердечная недостаточность или ещё какие-то были заболезни сердца, да, они не простуды, они просто так не проходят. Вы дальше как-то ведёте этих пациентов? Безусловно, всем пациентам, ведь, ну, вы представляете, который поток огромный в федеральных клиниках Москвы, и, естественно, этим пациентам в дальнейшем рекомендуют реабилитацию, наблюдение, естественно, мы берём их на себя после того, как они приезжают, вот, наблюдаем здесь, вот, ну, что-то корректируем, какую-то терапию. Если вдруг какие-то небольшие возникают осложнения, тоже мы здесь разбираемся с этим, вот, а потом у нас, в принципе, программа реабилитации есть, вот, то есть пациент, есть кардиологическое отделение в пятой больнице, вот, где пациент проходит реабилитацию. То есть здесь, в принципе, программа, она налажена, пошагала. Вот так. Я знаю, что кардиодиспансер является своеобразной меккой медицинского туризма. Это как-то помогает вам развиваться? Да, у нас множество приезжает пациентов, ну, в большей степени это, конечно, пациенты Московской области, Московской области. Ну, и, понимаете, дело в том, что тут инфаркт, эта патология такая внезапная и острая, вот, и, естественно, попадают пациенты и с железнодорожных вокзалов, и, в общем-то, да, с машин. То есть вот у нас, конечно, иногородних пациентов очень много. Вот. Естественно, это плюс большой для нас. Почему? Потому что, опять же, переходят с фондов, с того региона, да, вот эти вот средства. Вот. В этом плюс большой. Надо в этом развиваться с каждым годом все более и более. Вот. Поэтому надо насчет этого идет. У нас работа ведется. Вот. И, конечно, желательно, чтобы было этих пациентов. Ну, вот за счет этих средств, наверное, покупаете оборудование, да? Ну, тут, да, средства идут у нас и на оборудование, и, да, там, лекарственные препараты. То есть, безусловно. Это плюс очень большой. Будем, как говорится, и в дальнейшем наращивать обороты. А какие дальше планы у кардиодиспансера? Ну, вот, как я сказал уже, да, на следующий год, учитывая два ангиографа, естественно, количество таких у нас, ну, через кожных стентирований, тех же самых, или, допустим, стентированных сонных артерий, план планируется увеличить. Увеличить. Вот. Естественно, ну, как я говорил, что чем больше стентирований, тем меньше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной из которых является инфаркт, безусловно. Вот. И хочу еще сказать, что ведь давно уже в Европе есть термин «прерванный инфаркт». У нас есть маршрутизация, хорошо разработанная. Вот. Есть первичные сосудистые центры, которые находятся в Рязанской области, отработанные. И с каждым годом, вот, я смотрю по статистике, у нас, допустим, количество пациентов с инфарктами, оно с каждым годом увеличивается. Да? То есть, с чем связано? Здесь связано с тем, что маршрутизация отработанная настолько, а пациенты сразу приезжают к нам, как в региональный сосудистый центр, и вот если мы, пациент у нас приезжает, почему важно раньше это сделать, что в первые два часа от начала симптомов, то есть, есть такой термин «прерванный инфаркт». То есть, изменения возникают. Ни рубцовые ткани в мышце сердца, то есть, человек не инвалид, ни сердечная недостаточность. То есть, вот, имеет огромное значение. И вот на следующий год это основное, что мы планируем, основное планируем. И вот высокотехнологичные операции увеличивать объемы. Еще я вот не сказал, что планируется постановка так называемого оклюдера. Ну, скажу проще, да, есть пациенты с нарушениями ритма, в частности, фибрилляции предсердия, и так называемая мерцательная ритмия. Большое значение имеет эта проблема. Почему? Потому что при этой патологии где-то у каждого пятого пациента возникает риск развития ишемического инсульта. То есть, при мерцательной ритме образуется тромб в сердце, тромб в сердце выскакивает, и сердце попадает в различные сосуды. Ну, самое, конечно, тяжелое, это если мы говорим в сосудах головного мозга, ишемический инсульт. Потому что, если мы говорим попадать в периферию, да, сосуды периферически можно эту тромбику убрать оперативно, небольшим разрезом, да, вот. И пациенты эти вынуждены принимать антикоагулянты, это препарат, который постоянно разжижает кровь, который тромб препятствует его образованию. Препараты довольно-таки дорогие, вот, телезрители вот знают, если у кого есть, это проблема. А те препараты, которые не очень дорогие, вот, нужен контроль постоянно показателя МНО. Естественно, это тоже затратно, и постоянно ходить поликлиника, клиника, ну, вот, сложностей много. И вот окклюдер – это именно устройство, которое вставляется в предсердие и препятствует образованию тромба и его дальнейшему выстреливанию. Сейчас идет отбор пациентов, вот, потому что там есть критерии определенной размеры, вот, потом неэффективность приема антикоагулянтов, противопоказание приема антикоагулянтов, потому что риск у пациентов, есть кровотечение, допустим, пациент начинает принимать антикоагулянты, сразу начинает кровотечение желудочно-кишечное, и тут приходится. Вот это вот тоже на следующий год. Я думаю, что, может быть, мы даже в этом запланируем, потому что окклюдеры эти есть, и вот эндоваскулярно так же это ставится. И вот операции, о которых я сказал, конечно, нужно на расчете оборотов, и планируется увеличить количество. Денег хватает, всего хватает, да? Хватает, да. И, ну, учитывая, что количество, вот, именно этих операций, оно планируется увеличением, вот, я думаю, что, естественно, за счет поддержки правительства Рязанской области, вот, за счет нашего фонда территориального, вот, естественно, ну, чем больше случаев, тем количество денег, оно, как бы, естественно, что, вот, большее. В гостях программы «Городские встречи» был главный врач-кардиодиспансер Александр Данилов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа на этом завершается. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова